итак дорогие друзья начался новый сезон 2019 год вашему вниманию сегодня будет небольшой ролик о том как я проверил плуг извиняюсь что все-таки не получилось у меня много времени посвятить этому процессу потому что очень много других дел и сейчас я покажу как грузы все-таки сделали свое дело и все-таки удалось мне проверить новые ступицы в деле скажем так колеса я одел автомобильные вот 14 радиус груз в итоге я с них снял самих колес и решил повесить вперед чтобы немножко такой как баланс был вот значит плуг я уже демонстрировал в предыдущих видео смотрели как он там поворачивается переворачивается и сейчас я пробую без грузов просто посмотреть как пойдет по земле землю я где-то за неделю ну может быть никогда 4 наверно до этого зафрезеровал то есть у нас участок точно не цельна я его как бы немножко так вскрыл потому что на нем был навоз кучами лежал до этого ролика тоже выгружал вот и просто попробовал вот такой вот уже с навозом земли запахать вот значит мотоблок у меня глубоко не взял сразу же то есть он не убежал здесь с ним возвращаясь пробую потому что ему не хватало веса глубину маленькую взял и просто побежал если его пробовать сажать глубже он просто крутился колесами на месте поэтому я взял груз о чем пожалел о том что груза взял мало взял два блина от гири по 5 килограмм то есть вперед я повесил 10 килограмм ну и решил посмотреть каков будет результат все писали об этом мне как бы совет я спрашивал у опытных пахарей скажем так да действительно грузы вперед они снимают в какой-то степени нагрузку с рук то есть мотоблок ловит некий баланс вот плуг сам я получается поставил перпендикулярно то есть я пробовал как мне говорили что к самому пласту земли должен быть он перпендикулярно плуг угол пробовал я менял в принципе здесь особой разницы не заметил первое ощущение это были от грузов вот этот я просто туда-обратно пробежался просто проверил как тут процесс то будет весь вот здесь сразу я не понравился на самом деле здесь руки были очень напряжены без грузов вот и особого какого такого чувства удовольствия не получил в итоге потом я пошел за блинами вот и решил проверить какого же будет у мотоблока сам баланс пока видео идет скажу еще один комментарий что у меня случилось небольшая поломка так этот наши блины которые вешают вот случилась небольшая поломка у меня отвалилась рукоятка заднего хода это не на этом видео и наверно спустя дня два наверное после этого видео у меня отвалилась рукоятка заднего хода более подробнее расскажу и покажу потом в общем суть в том что там нифига потом никак не закручу потому что в запаянной детали крутится сам болт и гайку тоже никак не привернуть к нему более подробно сниму потом на сейчас вот мы смотрим как мотоблок буквально побежал это я побежал на третье передач получается первой повышенной просто он пронесся потому что я думал что все таки будет это медленнее но это я не запахал просто в холостую может это пробежал пахал я как итог на второй пониженной передачи то есть вторая передача ну и попробовал наверное сделать так как пробуйте в интернете то есть это отпустить мотоблока чтобы он сам шел но это в дальнейшем сейчас покажу здесь тоже результат мне более-менее понравился по краям все-таки участка пашем и наверно год второй или может быть третий вот начинаем разрабатывать вот этим это блоком второй год мы начинаем только не пахать время фрезеровали всю жизнь вот и сейчас пробуем первый раз в жизни на пахать на нем до этого я пробовал легким мотоблоком или так этот участок запахать но там было вообще совершенно без подготовки я не понимал что такое мотоблок и что там чтобы груз вообще оказывается какие-то нужны и в итоге мне даже он не взял землю просто зарылся хотя на него на самом деле можно было и грунта зацепы там и грузы были но я об этом ничего не знал вот здесь уже я включил по моему скорость помедленнее вот я проверяю здесь опять же земля конечно здесь вот в общем это такие результаты с краю то что более-менее стал получаться от наверно к середине участка вот там как-то получше уже земля помягче честно скажу вот и даже там в какие-то моменты пробовал отпускать земля забивается и ну вид того что там плуг вернее самодельный вот немножко так с трудом переворачивается плуг с одной стороны на другую вот сейчас посмотрим результат это уже поближе туда но смотрим на какую глубину уже получается что-то более-менее может быть маленечко похоже кто-то пробовал я на него вставать это мне просто было интересно побаловаться вообще как он будет тянуть не будет вот чтобы заглубилась пала больше скажем так вот ну и все таки вот видим мы такой гладкий гладкий след от колеса в это говорит о том что все таки у нас так либо хорошо приминается либо она все таки пробуксовывает немножко потому что все таки мотоблок не как гусеничный ехал вот проворачивали колеса все равно но по моему опыту вот сейчас мотоблок 160 килограмм да вот он весит плуг одет я повесил вперед 10 килограмм я считаю что это на самом деле мало можно вешать смело если те кто будут думать вот мне кажется килограмм в 20 можно вешать смело то есть вот блина 4 один только момент с которыми пролетел я думал что они на вот это кенгуретник который спереди мотоблока оденутся как на штангу блины но они не одеялись их вот пришлось привязывать проволочкой так вот в центр немножко ну вот я вставил него и в принципе пробуксовывает уже но немножко тянет то есть если по весь килограмм ты говорю может 25-30 будет вообще хорошо но так уже что-то вот и давал обратите внимание как стал доваливать до ряда до самого это благодаря ступицам потому что ступицы стали короче у мотоблока соответственно даваливать стало лучше вот в принципе вот такой процесс у нас пахоты земли посмотрим какой будет урожай видео не будет о том как мы сажали картошку потому что сажали под лопату прошлый год было видео как я пробовала кучником нарезать борозды под картошку в этом году мы решили посадить под лопату и потом когда уже она будет понемножку вылазить будем ее потихонечку скажем так подбивать окучивать засыпать но это вот в принципе видео того что получается что-то похожее немножко на мой взгляд получилось глубина пахоты вот в середине участка я мерил прям вот не рулетка у меня там мерка есть 15 сантиметров проверял и ну где-то вот может быть 15 сантиметров есть было но в начале участка честных сантиметров 8 наверно не больше потому что там где жесткая земля и не разработанная особо глубоко не возьмешь здесь нужно очень-очень так подготовиться по-хорошему этот я пробовал угол наклона делать чтобы перпендикулярно как и говорили мне то есть меня колес получается под наклоном а плуг сам параллельный ну особо разница заметил здесь вот кстати земля жесткость была цельна и я снимал одной рукой снимал одной рукой ушел это был глубоко не взял но здесь учет похоже то есть такие давала пластами вот что значит на будущее на будущее можно брать килограммов 20-30 вешать вперед мотоблока ну и можно так даже полностью вставать мне кажется он должен тянуть будет по движку вообще никакой нагрузки он не заметил вот я уже об этом и не говорю что там двигатель двигатель потому что как-то все задачи которые я делаю данным мотоблоком он справляется без проблем далее у меня пошел этап сейчас фрезеровки фрезеровал я в принципе в особо сошник не сажал глубоко потому что старался просто просто убежаться по сути земля уже была фрезерована немножко скажем так на черновой навоз я перемешал с ней сейчас мы этот навоз перевернули запахали ну и сейчас можно было вообще наверно мне кажется на самой высокой скорости просто пробежаться коми эти разбить поделюсь немножко впечатлениями от этого сезона все-таки засосало меня это дело отвлекся я от основной своей работы и окунулся в мир мотоблочника скажем так вот соседи звали меня фрезеровать то есть один огород второй третий в итоге у меня получилось на данный момент за полтора дня шесть огородов вот кому там интересно про заработок тематика сколько на этом заработать вообще как там вообще как скажу честно я приноровился и пахте и сейчас вот фрезеровки тем более понял я как надо проходить то есть я прохожусь побыстрее на черновую землю вскрываю но потом уже можно по нескольких проходов так поверх пробежаться и получается земля такая как пух вот заработать на этом кому интересно все-таки скажу я заработал где-то порядка 3900 рублей это с шести участков получилось у нас регион нижегородской области и тут у нас стоимость как вот мне сказали соседи 300 рублей за сотку примерно такая цена ну я брал говорю так уж сколько это дадите потому что этот особо не колымлю вот в принципе отзывы хорошие есть хвалили особенно кто дачники приезжали говорят что очень тщательно все очень хорошо все прохожу как бы и цельную разбивал два участка от из шести участков два участка цельны где-то наверное такие небольшие они 5 на 5 2 участка были проходился потихонечку на самых пониженных передачах мотоблок сильно старался не гробить и потом уже когда земля была скажем так вскрыта уже поверх нее пытался углубляться там как-то и более так делать рыхлый вот конечно рекомендую тем кто цель ну разбивает особенно на колым их сначала обойти участок посмотреть нет ли каких кирпичей нет ли никаких палок я обычно даже грабли у некоторых он спросил которых было много веток завал ну и заставлял чтобы они сами сгребали вот такой вот результат нас получился в общем моего участка маленький участок здесь может от силы сутки полторы-две максимум то есть вот мы обрабатываем этот участок второй год здесь был бурьян раньше мы срезали лопатами в том году чтобы немножко оставить себе оставил себе проезд в этом году хочу поставить сарайку небольшую по расходу бензина в общем вот у меня было налито до level максимум здесь из телефона все снимаю не как добраться если честно за камеру вот у меня на этот участок на пахту и фрезеровку я не знаю мало ушло может литр может меньше вообще то есть я тут и вдоль и поперек и так и сяк проходил как я захотел ну вот вот участок следующий наш здесь он уже точно побольше я не проверял сколько тут но я думаю сотки 3 мне кажется это минимум минимум вот его мы фрезеровали всю жизнь легким мотоблоком по осени видео есть на канале где я пахал мы учились на нем сам вообще плуг пробовали на этом участке и вот по весне мы его зафрезеровали мотоблок вообще не тонула земля вот просто вообще как пух просто я и тонул дает все коми все разбили и потом мы после того как это видео сняли под лопату посадили картошку в принципе все получилось хозяев довольны и по краям прошелся и так вот осенью будем этот же участок когда картошку выкопаем будем запахивать то есть здесь уже вот подготовимся здесь есть гири грузы здесь будем будет второй раунд у нас пробы работы с плугом на этом участке как раз посмотрим что получится сравним первый вариант и второй мотоблок будет тот же и усилим его посильнее в принципе на этом все поломки там о которой говорил ролики о будущих видео выгружен канал